Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, мы сегодня изготовим что-то среднее между ручейником и жучком, который упал в воду. Крючок я взял вот такой известной фирмы 7200, его серия. Номер я взял 14 для детализации. И изготавливать его можно 18, 16, 12, величина не имеет значения. Сам по себе, будем говорить так, этот жучок или сухая наша приманка, мушка, довольно таки известная и уже отчасти заезженная. Но все равно, давайте приступим. Закрепили с вами глазки. Есть возможность, я всегда стараюсь немножечко приукрасить мушку. И закрепили усы, взяв две бородки из охотничьего пера фазана. В качестве хвостика мы будем использовать вот такое жесткое перо. Желательно, чтобы было достаточно оно жесткое, так как у нас хвостик будет поддерживать нашу мушку. Подровняем необходимое количество, сколько нам необходимо. И закрепим. Я промазал немножечко цевьё клеем, учитывая то, что нам нежелательно сильно нагружать. Хотя наша мушка и без того будет обладать хорошей плавучестью, но желательно сильно не надо. Довожу нить приблизительно до начала загиба или в уровень, где у нас находится жало крючка. И будем крепить наш хвостик. Так как ручейник хвостика не имеет, поэтому я изначально и сказал, что это у нас будет собирательный образ. Длина хвостика приблизительно равна длине тела. Сделаем небольшой прогон ниткой и закрепим. Сразу подхватили. И посмотрим, какая его длина устраивает или нет, чтобы была возможность подтянуть. Меня вполне устраивает. В качестве тела мы с вами будем использовать обыкновенный люрекс двухсторонний, который вот золотой и серебряный. Для себя вы уже решите, каким вам лучше мотать или же золотой стороной, или серебряной. В качестве сегментирования или для закрепления нашего тела, я буду использовать леску. Леска приблизительно толщиной, ну самое большое это где-то 0,01. Желательно, чтобы не было толще, так как мы с вами, наше тело будем утяжелять. Крепим ее почти по всей длине, подхватываем у хвостика, оставляем. И берем теперь и наш люрекс. Если мы решили с вами изготавливать, чтобы у нас была золотая часть, значит мы должны с вами вот этой как раз золотой поверхностью закрепить наш люрекс у цевья, у загиба. И теперь я аккуратно, так чтобы не порезать нить, начинаю прихватывать наш люрекс и леску, которую мы с вами закрепили по всей буквально вот так длине. Доходим приблизительно до глазок, миллиметра 2-3 не доходим. И теперь нам с вами необходимо слегка промазать цевьё клеем. И выполнить обмотку нашим люрексом. Как обычно, у загиба в натяжечку я выполняю один оборот. И с равным шагом мы теперь двигаемся к глазкам. Это очень старая, очень, как говорится, рабочая лошадка, поэтому я не хотел повторяться, но по вашей просьбе я решил изготовить её немножко не в таком варианте, как она изначально изготавливается со своими, как говорится, добавками. Ну, хуже она у нас не будет. Доходим к месту крепления. И теперь окончательно уже закрепим наш люрекс. Остатки удаляем. Нам необходимо для улучшения плавучести и для того, чтобы наша мушка имела ещё дополнительно привлекательность, произвести обмотку по нашему уже сформированному телу пёрышкам. Перо я подготовил вот такое гризли, которое вроде бы и не годится для сухих мушек, так как немножечко у него не подходит само перо. Но для других целей он годится. И теперь мы с вами проматываем с равным вот таким шагом до загиба, доходим до самого хвостика, поднимаем вверх. И теперь нам необходимо нашей леской у загиба выполнили один оборот, пока оставляем, не приминая наши бородки пера, выполнить довольно-таки часто, шаг почаще, выполнить обмотку нашей леской. Как я уже говорил, мушка старая, но уловистая. Плавучесть у неё очень-очень хорошая. Хорошо реагирует и голавль, и, кстати, плотва точно так же и надо. Краснопёрка. Выберите просто для себя уже величину крючка, для того, чтобы ловить определённый вид рыбы. Дошли теперь до крепления нашего пера. Не доходим до... Заменим ниточку. Удалили перо, которое у нас было у загиба. Заново заправили нить. Я обычно всегда использую, вот слегка вскрыл лаком, перо охотничьего фазана. Величину вы можете подбирать для своих жуков сами, если по каким-либо причинам нет. Вот у меня есть перо перепёлки, перо куропатки. Но желательно, конечно, использовать перо, которое значительно крепче само по себе уже изначально. Поэтому я использую перо охотничьего фазана. Примеряем теперь необходимую длину. Длина нашего крыла должна доходить приблизительно до окончания нашего хвостика. И закрепим теперь крылышко. Закрепили с вами крыло. Оно приблизительно должно выглядеть вот так. Слегка обхватывать наше перо то, которое мы промотали на теле. Никуда оно не денется и не разъедется. И при поклёвках довольно-таки хорошо служит. У своего ручейника, как я хочу, я изготовлю грудку и ближе к голове взял просто остаток вот такого пера павлина. Можно использовать и дабинг вот такой голографический. Всё, что вы захотите. И в качестве лапок я шеи скальпа петуха нашёл перышко, которое подходило бы мне по лапкам. По величине этих лапок. Давайте теперь ровно, вот сколько у нас получится здесь, выполним обмотку. Ровно, неровно, как ляжет на перо наше, всё равно здесь всё вскроет. Парочку оборотов вполне достаточно. Учитывая то, что вес здесь незначительный элементов, плавучесть мы не нарушаем. То есть наша мушка клевать не будет. Остатки удаляем. Теперь берём перодержателем. Выполним 2-3 оборота буквально по грудке. Удалили остатки. Нанесли буквально капельку лака на место крепления. И вот такой, как вы видите, импровизированный жучок. Вроде бы ручейник, но так как с хвостом не ручейник. Готов к рыбалке. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.